уважаемые зрители всем привет сегодня будем строить вот эту крышу на таком доме крыша замудренная на самом деле скорее всего у вас таких крыш не будет у вас все попроще но есть проекты их нужно соблюдать и нам попалась такая крыша которую нужно сделать и как мы ее делали с чего начинали сейчас я вам покажу на самом деле на этой крыше получается так что пять разных крыш вальмовая шатровая двухскатная односкатная балкон и в конце будем строить веранду она вальмовой крыши так что все по порядку двухэтажный дом сделан все по проекту отступать нельзя отступили только что сделали балкон за место крыши и будет веранда залита плашка под веранду но из чего мы приступаем в первую очередь в первую очередь раскладываются маурлаты на парапет в этом случае нам каменщики оставили парапет высотой 3 кирпича конечно можно было бы и повыше дальше мы видим в центре две стены из пеноблоков здесь будет крыша двухскатная но для начала мы начинаем с первой крыши она у нас вальмовая первый крыш у нас получается вальмовая у ее есть скат где он не запиливается в диагональные ноги а просто устанавливается на балку ну а стропила запиливаем так чтобы снизу не подбивать потом черепной брусок диагональные ноги все понятно приколачиваем гвоздями в этом месте будет кукушка делаться дальше устанавливаем кобылки кобылку делаем и на диагональной ноге подвешиваем с помощью сотой доски опускаем кобылки в этом случае делаются из доски 100 на 50 крепим на 120 гвозди в шахматном порядке примерно 25 шаг на крыше стропила расставляем шагом 70 сантиметров утепление у нас идет по плитам перекрытия потом дальше все покажу и теперь остается закрепить крышу парапету для этого нужным диаметром сверла делаем отверстие в парапете забиваем туда или арматуру или анкер и через одну стропилу привязываем вязальной проволокой и такое крепление крыши у нас получается с одной стороны крыша у нас готовая переходим на другую сторону на этой стороне крыша получается по расчетам не вальмовая как на чертежах а шатровая из одной точки расходятся лучи и ставится все стропила запиливаются диагональные ноги также делаем кобылки ну и вот обе крыши у нас готовые справа слева теперь остается делать центральную крышу она у нас двухскатная для этого конечно каменщиком надо было сделать здесь парапеты стены повыше но мы делаем теперь их из дерево каркасные имитируем стенку и делаем крышу крышу здесь ничего хитрого сделали временной под коньковой зажали стропила затяжками под конек и все стойки убираем крыша также крепится вязальной проволокой к стенам чтобы не улетела при порыве ветра а два подкоса в этой крыше сделали с помощью дюймовой доски прикрутили их снизу и с помощью этих подкосов крыша не качается вправо влево во фронтонах делаем окна хотя по проекту были круглые заказчики решила сделать прямоугольные есть один участок где стропила не стоят это в районе трубы и начала мы здесь утепляем с помощью минваты закрываем фанерой и дальше доставляем стропила но вот и все стропила мы на основной крыше сделали осталось сделать обрешетку но перед этим мы утепляем крышу утепление у нас происходит таким образом мы сначала по всему периметру проходим весь парапет утепляем с помощью пеноплекса и дальше пеноплекс на основную крышу на перекрытие мы ложим 200 миллиметров на всех крышах как правило которые перекрыты плитами есть такие участки где не хватает плиты для этого сделаем опалубку он делаем выход на крышу лю и сделаем облегченную плиту ну для этого делается сетка и заливать бетона сюда будем 10 сантиметров потом забьем утеплителем пеноплексом основной толщиной и зальем поверх этого стяжку единую ну вот и все крышу смонтировали теперь нужно нам утепление залить стяжкой бетона 5 сантиметров трубы у нас готовы с обоих сторон закрыты и до перекрытия сейчас стал уже будет заливаться 10 сантиметров потом утеплим и сверху зальем стяжку чтобы ровно делать 5 сантиметров сделал гробарку такого плана колеса чтобы регулировать высоту сейчас посмотрим что у нас получится из всего этого ну вот и все стяжка залита теперь можно переходить делать обрешетку дальше на обрешетке будет на лицевой части крыши еще делается кукушка она будет в обрез крыши а выхода на крыше здесь нет решено сначала было врезать сюда окно но такого окна в наличии не было и его долго надо было ждать и как мы обыграем выход лаз на крышу я вам дальше покажу ну а теперь делаем веранду веранду у нас уже там было видно что залита плита построена под высоту балкон на стена дальше перекрываем балками 200 на 100 делаем пол примерно сначала черновой дальше будем разбирать подшивать вниз утеплять балки для веранды крепим с помощью шпилек шпильки делаем насквозь толщины все стены одеваем усиленная шайба и притягиваем столб к дому да есть одно место где камень чик нам делает угловой стол подымают под нужную высоту наших столбов и крышу мы завяжем полностью по всему периметру я веранда у нас сделанные сброса 200 на 200 крепим с помощью скоб стене делаем доску с помощью анкеров нам повезло там была обвязка после укладки плит держится все крепко и дальше с помощью специального крепления расставляем балки через 59 здесь уже будет веранда утепляться дальше балки отпиливается торцуется с вылетом нужной крыши это будет у нас 60 сантиметров ставится заглушки промежуток балок и делаем крыши крыши у нас здесь уклон не очень большой получилось из-за того что на доме окна очень большие промежуток между вторым и первым этажом очень маленький на этой крыше сразу устанавливаем лобовую доску стропила усиляем с помощью дюймовой доски в районе балок где амурлат и посередине крыши и все лишние концы что торчат спиливаем дальше перекрытие у нас утепляется на этой веранде окна планируется в пол чтобы ветер дождик пока не попадал закрываем временно пленкой дальше подымаем временные доски и пол перекрытие утепляем ну и как обычно самое интересное на крышах оставляется на потом это кукушки это выходы на крышу в этом случае кукушка должна стоять в обрез карниза нам повезло что у нас здесь есть молот связывает две стены и мы его используем как временную опору для начала нарисовали из дюймов ки нужный нам треугольник дальше крепим под коньковую доску по по центру строго и в эту доску врезаем уже стропила крайне стропила врезается с вылетом железа 7 сантиметров это делается для удобства в дальнейшем и все стропила шагом 70 сантиметров устанавливаем запиливаем на нижнюю доску и врезаем верхнюю доску и сколачиваем гвоздями и такой каркас очень крепкий дальше внутреннюю часть стены зашиваем дюймов кай делаем так называем фальшь стену и в принципе нашу кукушка готова закрываем ее обрешеткой где ендовое делаем сплошным настилом ну вот в принципе и все вся крыша готова сделана веранда сделан балкон кстати балкон я вам в этом видео не показывал есть отдельное видео можно посмотреть оставляю подсказку сверху и дальше идем к верху остался глаз на крышу на основной для этого мы за трубой сделали чтобы снег не копился и сделали это ограждение на одну сторону и сделали в ней отверстие выход окно такое под крыши скаты которая открывается изнутри дверцы и вставляется также изнутри дальше все обошьется железом и получится вот такой вас как говорится полезный и за трубой не будет снег копиться и выход на кровлю тоже будет и лишнего места на крыше не занимает ну а пока всем пока подписывайтесь на канал много интересной работы следующий объект каркасный дом на моем канале можно посмотреть как правильно подойти к работе каких-то моментов не знаем бывает разбираемся прямо на объекте ну а пока всем пока